Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и у нас просто экстренное включение, потому что растение против зомби 3 официально будет. В общем, на официальном сайте Electronic Arts вы можете уже найти эту новость, и я действительно в шоке! Я просто офигеть в каком шоке! Я еще был в шоке, пока не увидел скриншоты, но, если что, друзья, это пре-альфа, при том, ее можно было скачать 4 часа назад, но, увы и ах, я профукал. Там ограниченное, в общем, ограниченное количество людей, кто там быстренько хоп-хоп скачал, при том, они реально скачали, но я пропустил, и мне в личку, при том, всякие братишки уже написали спасибо огромное вам и Егору отдельно за то, что в группу он прям написал спасибо ему. В общем, друзья, давайте почитаем вот официальную эту новость. Итак, растение против зомби, одолжите нам свои мозги, игра Plants vs. Zombie 3 в разработке. Итак, давай, давай почитаем, действительно, мне очень интересно, потому что ты сам знаешь, я начал играть растение против зомби на своем канале, и всем это понравилось, поэтому, братишки, если вы ждете третью часть и дальнейшей, обязательно подписывайтесь на канал. Итак, студия PopCapGames, подарившая миру серию растений против зомби, рада сообщить, что игра растения против зомби 3 уже в разработке, и мы будем признательны, если вы поможете нам создать лучшую игру про сражение с зомби. С сегодняшнего дня в магазине Google Play начнется предварительное альфа-тестирование игры. Во время предварительного альфа-тестирования у вас могут возникать ошибки разного рода. Укротить зомби не так-то просто, о как. Количество загрузок ограничено и будет проходить в несколько этапов, так что если вы не видите опции загрузки, загляните на страницу в другой раз. В настоящий момент предварительное альфа-тестирование доступно только на устройствах Android. Ну, я, естественно, из телефона попробовал зайти, да, по вот этой вот ссылке, но пока нет. Не могу, не могу, не успел. Я думаю, может чуть попозже, как бы, попробовать. Но не стоит паника... Паникать. Разработка PointsVC Zombie 3 только началась, и текущая версия не отражает финальное качество игры. Смысл предварительного альфа-тестирования заключается лишь в получении отзывов о опциях-сражениях. Самое интересное мы приготовили на потом. Более подробная информация также будет предоставлена в новостной рассылке. Итак, почему вы решили сделать... Да, мне вот тоже интересно, на самом деле я очень-очень рад, друзья, потому что мы любим вселенную. Студия PopCap работает над играми серии PointsVC Zombie уже много лет, и хочет, чтобы с нашими любимыми зомби-растениями познакомились нынешнее и грядущее поколение игроков. Мы усердно работаем над классными возможностями, о которых хотим узнать ваше мнение. Надеюсь, что вы присоединитесь к нам. Что такое предварительное альфа-тестирование? Итак, это возможность игроков взглянуть на игру во время разработки и поделиться с нами своим мнением. Любой контент, который вы увидите, может измениться. Я очень буду рад, потому что вы сейчас вот на своих экранах можете посмотреть как раз вот как бы эти скриншоты, и если не поленитесь, можете, наверное, уже и геймплей на ютубе посмотреть. Я думаю, вы увидите. И знаешь что? Мне вот уже кардинально не нравится, потому что что-то это напоминает на растение против зомби-героя. Там именно вертикальное только. Ну, блин, это как-то не то. И самое, кстати, заметь, самое интересное, что они порезали клетки. Да, действительно, почему-то их будет восемь. Вот серьезно, восемь клеток вместо девяти. То есть в первых растениях и во-вторых было всегда девять. А тут хопа, и они порезали. Не знаю, с чего вдруг они так решили, но вот как бы меняются, меняются. Не знаю, к лучшему, к худшему, это вы будете решать сами. Можете пока первое впечатление обязательно в комментариях написать, что вы думаете по этому поводу. Ну, 3D, конечно, ну, не знаю. В общем, когда она официально выйдет, вы можете оставаться в курсе. Понятно, что непонятно. Пока что как. И пока смотри. На iOS пока не будет. Почему-то. Я не знаю почему. В общем, пока нельзя. В общем, Google Play. Мне не удалось принять участие в тестировании. Как мне сыграть? Не переживайте, если не успели загрузить игру. Количество загрузок ограничено и будет проходить несколько этапов. Вот. Если вы не видите опцию загрузки, взгляните в другой раз. Мой прогресс в игре будет удален. Почему? Во время... Ну, это понятно. Вайп, все дела. И тут написано, что она бесплатна будет. Не надо будет платить. Будет микротранс... Вот, вот это интересно. Во время... Во время предварительного альфа-тестирования в игре не будет микротранзакций. Да, это, конечно, знаешь, ну... Понятно, что... В полной версии будут. Ну, блин. Это, конечно, не очень. Ну, единственное, если растения будут по 50, ну, по 100 рублей там вот за растения. Это еще более-менее, но чтобы 300... Сколько? 379? Или сколько? Какая цена, друзья, у нас? Я что-то подзабыл. Ну, это вообще жесть. А что произойдет с растения против зомби 2? Весь контент игры по-прежнему... Фу. Ну, это... Ну, это слава богу, друзья, блин. Но... Вот знаешь, один вопрос такой. Они не забросят, надеюсь, растения против зомби 2, потому что это... Ну, это действительно. Это вот... Мне капец как нравится сейчас играть. И это будет очень обидно, если они ее забросят или что-то это... Ну, не знаю. В общем, так. Расскажите об игре поподробнее. Мы не можем раскрыть все карты. Подпиши... В общем, они говорят именно подпишитесь. В общем, вы поняли, да? Если что, ссылка будет в описании, друзья. Важная информация для потребителей. Постоянное подключение интернета с 14 лет. О, как написано. Для участия вам должно быть не менее 14 лет. О, как... Да, это прям интересно. В общем, вот такие вот дела, друзья. И вот, знаешь, единственная вот новость еще такая. Я тебе скажу. Просто в группе, если что, Plans vs. Zombies, в ВК, там, если что, кое-что написано. Я прочитал, прочитал новости. В принципе, в игре будет русский язык. Господи, ну молодцы. Ну хоть там он будет. Я не знаю, почему во второй части его нету. Вот я не знаю, чего вот они не стали русифицировать. В третьей части, по идее, он будет. Но пока пустой там вот написано. Но альфа-тестирование, понятное дело, что на английском только будет. Вот, так что будем надеяться. Вот, там, конечно же, будут лутбоксы. Это понятное дело. Там все это переработано. Но, в общем, будем следить, друзья. Что вы по этому поводу думаете, обязательно напишите в комментариях. Вот я с вами впечатлениями первой реакции своей, блин, как бы поделился с вами. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставь лайк. Если кто-то впервые, обязательно подписывайся. Потому что мы проходим и вторую сейчас часть. Можешь, кстати, заглянуть. И я там, кстати, накладываю русский язык. Вот, диалогов можешь посмотреть. Как бы... А на этом все. Бай-бай, дорогой братишка.